Действовать здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента. 2020 год уже успели окрестить одним из худших, но для Саровчанки Дарьи Абызовой это пустые слова. Пока ее сверстники томились на удаленке, девушка успела стать лауреатом двух всероссийских конкурсов. О первом волонтера будущего 2020 Дарья узнала случайно. Изучала порталы, посвященные добровольчеству, и увидев объявление, подумала, почему бы и нет. В заявке Саровчанка рассказала о себе и своей работе в поисково-кинологическом отряде. Даша была одной из тех, кто помогал искать пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в селе Степановка Нижегородской области. Тогда за этой историей следила вся страна. Папа мне звонит и говорит, Даша, давай быстро собирайся, у тебя есть 20 минут. Первая мысль у меня была, как? Зачем? Но такова была ситуация, ребенок в лесу, и на ребенка работают на отклик только женские голоса исключительно. А женщин, так таковых, мало. Поэтому пришлось. Дарья признается, что именно тогда, в ночную лесу, плечом к плечу с другими добровольцами, она впервые поняла, что попала в родную стихию. И с тех пор уже не представляет свою жизнь иначе. Затянула, наверное, атмосферой, чувством какой-то ответственности. Когда ты идешь в лес в ночь, 6 часов, идет дождь, тебе самой страшно. Это перебаривало то, что в лесу находится маленький ребенок, без еды, без воды, без одежды. Начался проливной дождь. Я не знаю, как это объяснить. Это какое-то чувство изнутри. Заявку на конкурс «Волонтеры будущего» Дарья заполнила в марте и благополучно забыла о ней до октября, когда на телефоне раздался звонок с незнакомого номера. Первые же слова повергли девушку в шок. На другом конце провода сообщили, что Саровченко прошла отбор и стала одной из семи финалисток. Среди 10 тысяч участников. Через несколько дней Даша приехала в Москву, где ей предстояло поучаствовать в съемках фильма о волонтерах страны. Для меня главной победой в этом конкурсе стало то, что, во-первых, я снялась в этом фильме, я вышла в финал. Это очень дорогого стоит. И самое главное для меня – это то, что я, да и в принципе каждый человек, рассказал о волонтерском движении, что существует. Этим же призвал людей к чему-то хорошему. Кроме волонтерства, Дарья активно интересуется и респруденцией. И на этом поприще тоже добилась заметных успехов. Последним из них стал диплом лауреата на конкурсе СССР, который проходил под эгидой Университета прокуратуры. В своей работе девушка описала становление правовых институтов в России от времен Ярослава Мудрого и до наших дней. Для Саровченки это стало еще одним шагом на пути к мечте. Она твердо намерена поступить на юридический факультет и в будущем хочет стать правозащитницей. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.